Здравствуйте! Это программа о здоровье. Мы снова будем говорить с вами о том, как сохранить здоровье и как предупредить серьёзные заболевания. Ведь жизнь даётся человеку один раз. А шанс вернуть здоровье есть всегда. Если человек заболевает беженством, то его уже никто никогда и нигде не вылечит. Вероятность заражения достаточно велика. Первый месяц может похудеть на 10 килограмм. Это его процент потери. Бешенство относится к особо опасным инфекциям. В нашей области это заболевание стало особенно актуальным 10 лет назад, когда резко увеличилось число природных очагов бешенства. И хотя это заболевание известно ещё с времён Демокрита и Аристотеля, его до сих пор не научились лечить. Человек, заболевший бешенством, погибает. Однако эту болезнь можно и нужно предотвратить. Что делать, если укусила собака? Как остановить заражение организма опасным вирусом? Куда обратиться за помощью? Вирус бешенства постоянно циркулирует в природе. Он передаётся только через слюну. Поэтому болеют им все животные, у которых есть слюные железы. А это волки, лисы, кошки, собаки, коровы, ежи, грызуны. При контакте с больным животным человеку передаётся инфекционное заболевание, которое вызывает вирус бешенства – Рабиес вирус. Он проникает в организм, а затем вызывает тяжёлое поражение нервной системы и воспаление головного мозга. Бешенство – это, безусловно, смертельное заболевание. Если человек заболевает бешенством, то его уже никто никогда и нигде не вылечит. То есть нет возможности лечить бешенство. Бешенство можно только предупредить. Вирус бешенства, он не стоек, он очень быстро погибает. Он погибает быстро по дезинфектантах, он погибает быстро под солнечными лучами. Но он практически очень хорошо сохраняется в холоде. И поэтому сейчас у нас тает снег, появятся трупы больных животных, в частности лисичек. Эти трупы могут съесть животные другие. И поэтому риск распространения бешенством весной резко возрастает. Врачи видят опасность еще и в том, что в последнее время мы все чаще контактируем с животными. Кормим белочек в парке, гладим кроликов в контактном зоопарке и не боимся животных диких. А между тем любое дикое животное, когда оно здорово, стремится скрыться от человека. И наоборот, бешеное животное человека никогда не боится. Поэтому лающая на вас лисица или бросившийся под ноги заяц сразу должны насторожить. От таких животных надо держаться подальше. Инкубация при бешенстве длится от 10 дней до 1 года. Человек может забыть, что его поцарапали или укусили. А в это время он может заболеть бешенством. Самое основное вы должны четко знать. Если вы пострадали от животного, то вы должны обязательно обратиться к врачу. Потому что существует даже отдельное название – врач-рабиолог. То есть врач, который оказывает антирабическую помощь. И в лечебном учреждении, в частности, в нашей больнице, есть отдельный антирабический кабинет. И когда обращаются за медицинской помощью по поводу укусов, то здесь, во-первых, обработают рану. Очень квалифицированно, так как знают обрабатывать. В зависимости от того, кто нанес травму, укусили, оцарапали, ослюнили, когда, в какие сроки, врач решит, нужно проводить вакцинацию одной вакциной или специфическая профилактика будет проведена с помощью введения еще и иммуноглобулина. То есть вам окажут квалифицированную помощь по прививкам. Прививки надо проводить обязательно. Каждый случай смерти от бешенства драматичен по-своему. Но объединяет их то, что все пострадавшие или совсем не обратились к врачу, или отказались от вакцинации. Если животное, которое вас укусило, или от которого вы пострадали, в течение 10 дней живо, здорово, и с ним ничего не случилось, то, дорогие друзья, а без этого точно у этого животного бешенства нет. И прививки вы прекращаете. Но если вы пострадали от дикого животного, дикого зверя, если вы пострадали от животного, которое больно, то нужно обязательно сделать полный комплекс прививок. Ежегодно на территории Челябинской области регистрируются случаи травмы, нанесения травмы бешеными животными, когда потом ветеринары подтвердают бешенство. Но если людям начато проведение вакцинации своевременно, то есть максимальное отдаление от времени укуса – это 3 дня, не больше. Если помощь начинает оказываться позднее третьего дня, то риск того, что разобьется бешенство, резко возрастает. Если у вас дома есть собака, кошка, они должны ежегодно вакцинироваться от бешенства. Если питомец заболел, не лечите его сами, вызовите врача. При неопределенном диагнозе, когда есть подозрение на бешенство, а ваш питомец не привит от него, постарайтесь поместить его в ветеринарную клинику. Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно 24 марта. В день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины. Одной из самых опасных бактерий на Земле по-прежнему является микобактерия туберкулеза, известная палочка Коха. Вероятность заражения достаточно велика, но все зависит от соблюдения здорового образа жизни, от специфической профилактики при ОБЦЖ и иммунитета в соответствии с этим у каждого человека. Сегодня заболеваемость туберкулеза в нашей области снижается, но этот показатель по-прежнему остается выше среднего по России. Беспокойство врачей-физиатров вызывает и то, что ряды вновь заболевших пополняют пациенты с ВИЧ-инфекцией, и этот процент увеличивается год от года. Вторая серьезная проблема – это лекарственно устойчивый туберкулез. И если у нас также 5 лет назад количество пациентов было на учете состоявшихся около 5-7%, то на сегодня это уже около 30% активным туберкулезом имеет лекарственно устойчивый туберкулез. Считается, что туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью – дело рук человеческих. Он возникает, когда пациент, который лечится от обычной формы туберкулеза, принимает неполный комплект антибиотиков или прерывает курс лечения раньше времени. Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью не поддается лечению большинством известных лекарств, а возникнув однажды, распространяется так же, как и обычная инфекция – воздушно-капельным путем. И пациент развивает ту же форму болезни. Плохое питание, злоупотребление алкоголем, переполненность тюрем, потоки мигрантов – всё это, конечно, было и будет причинами развития туберкулеза. Но одна из самых главных причин – это всё-таки наше легкомысленное отношение к своему здоровью. Так что давайте помнить о том, что раз в год каждому из нас, вне зависимости от состояния здоровья, необходимо пройти флюорографию и при малейших сомнениях обращаться за консультацией к специалисту-фтизиатру. Значимым моментом по снижению веса является процент потери. В целом мы рекомендуем 2-4 максимум килограмма. Таблица хлебных единиц должна стать вашей настольной книгой, особенно в начале заболевания. Весной нам всем хочется быть стройными, лёгкими, воздушными. И мы пытаемся избавиться от лишнего веса порой любыми способами и далеко не всегда с положительным результатом. Как же привести себя в форму без ущерба здоровью? Что такое правильное питание и на каких принципах оно основано? Как отучить себя переедать? Можно ли есть и не толстеть? Каких продуктов стоит избегать в своём рационе? Казалось бы, очень простое правило. Меньше кушать и больше двигаться приводит нас к желаемому результату – потере веса. Значимым моментом по снижению веса является процент потери. В целом мы рекомендуем 2-4 максимум килограмма. Скажем, если человек весит 150 килограмм, он за первый месяц может похудеть и на 10 килограмм. Это его процент потери. Но если девушка весит 60, а она хочет весить 50 любым путём, то для неё потеря даже килограмма за месяц может быть губительна для её здоровья. Поэтому важным моментом даже ещё является не то, насколько человек теряет в массе и вообще теряет ли он, как меняются его объёмы. Допустим, у нас сейчас есть универсальная сантиметровая лента. Это лента, которая показывает внутренние запасы жира. Мы можем измерить талию, если она выходит за допустимые границы, или там у вас талия уменьшилась на 2 сантиметра, замечательно, вы достигли уже хорошего результата. А если она у вас прибавилась, потому что мышечная масса там исчезла, жир увеличился, то это, конечно, отрицательный эффект. Врачи советуют не садиться на какую-либо жёсткую диету, а использовать другие хитрости. В позиции правильного пищевого поведения это первое, частое и дробное питание, то есть как минимум 5-6 раз в сутки. Чем чаще человек ест, тем быстрее он может снижать массу тела. Поэтому завтрак, обед, ужин, перекус между завтраком и обедом, полдник и, возможно, дополнительный приём какого-то там лёгкого напитка на ночь. Второй момент – это умеренность порции. Поэтому принцип «дели пополам» здесь очень хорошо работает, и можно взвешивать продукты, либо просто взять вашу любимую тарелку, поделить её пополам, и, соответственно, таким будет образом умерен рацион питания. Третий принцип важный – это уменьшение процента жира в рационе. Самый грозный продукт, который способствует набору веса – это жиры. Потому что жиры – это универсальные эмульгаторы. Это ощущение вкуса, вкуса продукта, раскрытия его питательных свойств. Но, с другой стороны, они имеют низкое процентное сущение, то есть их не чувствуется в желудочно-кишечном тракте. И тем самым можно быстро, безопасно брать различные килограммы. Ещё один принципиально важный момент – соблюдение питьевого режима. Это чистая вода, она может быть слегка газированная, либо подкисленная, но важным имеются в виду определенные объемы. То есть мы считаем на необходимую массу тела реальную, из расчёта 20-30 мл, если нет никаких ограничений по другим заболеваниям. Считается, что нужно ограничить жиры, то есть не есть жирное, не есть мучное углеводы, и таким образом похудеешь. Тоже достаточно серьёзный миф, не у многих получается. Важным моментом является то, что мы обогащаем рацион питания мясом, рыбой, яйцем, творогом. Это всё источники белка. Белок имеет высокую степень насыщения, он не даёт всасываться легкоусвояемым углеводом, ограничивает всасывание жиров и изменяет стиль рациона питания. Кроме того, это мышечная масса, как внешняя мышечная масса, так и масса внутренних органов, мы их называем висцеральные запасы белка. Поэтому белок крайне важен в рационе, без него жизнь невозможна. По мнению врачей, проблема в том, что мы едим много так называемой легкоусвояемой пищи, которая быстро и легко всасывается, но даёт лишь кратковременное чувство сытости. Поэтому добавляем в рацион продукты, богатые клетчаткой. Ну, что такое клетчатка? Это хорошо известные отруби. Это могут быть снеки, они продаются в аптеках, либо в центрах по здоровому питанию. Это могут быть семя льна, которое тоже вполне добавляется в рацион. Жутное семя. Это могут быть злаковые продукты, зерновой хлеб. Но, опять же, выбирать более плотную пищу. И закон такой, чем хуже обработан продукт, тем медленнее он всасывается, тем больше организму нужно потратить энергии внутренней, чтобы его переварить. Если соблюдать эти простые правила, никакая диета не нужна. Вес будет держаться в норме. А если добавить ещё и физической активности, начнут уходить ненужные объёмы. Инсулинотерапия Инсулинотерапия – это прогрессивная, комплексная методика лечения больных с сахарным диабетом. Как правильно подобрать инсулинотерапию, расскажем в нашей постоянной рубрике «Жизнь с диабетом». Уважаемые друзья, сегодня мы поговорим с вами о том, как на инсулинотерапии сохранить прежний уровень или качество жизни и быть всегда в норме. Инсулин назначается только в стационаре. Подбирается доза инсулина индивидуально каждому человеку, врачом. И в зависимости от того, сколько хлебных единиц вы кушаете в данном лечебном заведении, на этом основании и подбирается доза инсулина, чтобы был у вас сахар в норме. При выходе из больницы вы должны чётко представлять для себя, как изменять дозу инсулина или корректировать эту дозу, в зависимости от физической активности и пищевого рациона. Таблица хлебных единиц должна стать вашей настольной книгой, особенно в начале заболевания. Данная таблица находится в свободном доступе на различных информационных ресурсах. О факторах, влияющих на инсулинотерапию в молодом и пожилом возрасте, мы поговорим в следующей передаче. А в заключении, традиционно, берегите себя, предупредите диабет. Задача попытаться ребёнка из этого состояния как бы выманить. То есть показать ему, что окружающий мир не несёт для него опасности, а он является источником его развития. 2 апреля ежегодно отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. По статистике, каждый 50-й ребёнок школьного возраста имеет аутизм. И каждый 88-й человек на Земле рождается с аутическими расстройствами. Теоретически, в России таких людей должно быть больше полутора миллионов. Как помочь особым детям адаптироваться в обществе? В какой помощи они нуждаются? Знакомьтесь, это Матвей. Матвею 5 лет, 6 будет в июле. Но он мальчик очень ласковый, добродушный, но своенравный. Матвей родился самым обычным ребёнком, но в 3 года перенёс вирусную инфекцию с тяжёлыми осложнениями. Несколько дней малыш провёл в коме. В результате аутическое расстройство, задержка в развитии речи. Речь у него была заторможена в том смысле, что он, например, подойдёт, скажет «картошку». Вот мы уже догадываемся, что ему нужно. А сейчас он уже предложением начал говорить «мама, я хочу жареную картошку, я хочу пюре». Ну, то есть понемножку с именильными шагами, но мы идём к цели. Матвей прошёл уже три курса микротоковой рефлексотерапии. Эта методика основана на физиологическом воздействии, сверхмалыми электрическими импульсами, на биологически активные зоны и точки, которые помогают восстановить работу головного мозга. В реоцентре лечение микротоками сочетают с занятиями со специалистами, логопедом, психологом, дефектологом, дополняют массажем и ЛФК. Знаете, у него памяти сначала не было, он когда до болезни, он знал, что знал, он всё забыл. А теперь вот после этого лечения он как бы стал вспоминать. Он даже старый борто, все стихи он стал вспоминать. Но вот сейчас в садике, что они какие-то песни учат, он уже заучивает, как бы всё уже может говорить. Замкнутость, закрытость, необычное поведение аутистов – последствия сенсорных нарушений. Эти дети по-другому воспринимают сигналы – зрительные, слуховые, тактильные. У каждого ребёнка свои особенности. Поэтому и занятия с психологом проходят по специальной методике с элементами ABA-терапии. Ну это прежде всего поведенческий момент, это формирование навыков социализации. То есть ещё также применяются навыки совместного внимания. Это формирование внимания ребёнка на объекты окружающей среды. Сейчас Матвей уходит в садик. Знает весь алфавит, умеет считать до десяти. Большой шаг вперёд сделала и маленькая Анита. Ну характер у неё, конечно, сложный. Любит она делать всё по-своему. Вообще её сложно заинтересовать, но сегодня она вот прям всех поразила. Молодец. И меня поразило в том числе. Если раньше она вообще была никакая, то есть её даже невозможно было завести в магазин. Это сразу нет, крики. То есть она видит толпу людей, для неё два человека – это толпа. То, что она вот даже на людях сейчас даже как-то тихо говорит, это вообще большой прогресс, конечно. Эльвира назвала дочь Анитой. Как всегда мечтала. Сначала малышка росла, как все дети. Может, чуть позже начала сидеть, ходить. Казалось, более робкой, капризной. Первый звоночек в два года девочка почти не говорила. Врачи успокаивали. Так бывает, потерпите. Все дети разные. Но когда Анита пошла в садик, стало окончательно ясно – это ребёнок с другой планеты. На первый курс мы пришли, конечно. Это был как дикий зверёк. Она в угол забилась. То есть ничего не хотела ни показывать, ни делать. Ну вот сейчас сами видите. Вообще другой ребёнок. После комплексного лечения в Риоцентре детский сад перестал быть для Аниты страшным испытанием. Шестилетняя малышка учится не бояться общения, людей, неизвестности, не отгораживаться от мира. Ведь этот мир может быть ярким и прекрасным. Подробнее о том, что отличает аутистов от обычных детей, и какие методики используются для адаптации в жизни, мы поговорим с врачом-неврологом Челябинского Риоцентра. У нас в студии Павел Леонидович Чаркин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и сразу первый вопрос. Скажите, пожалуйста, что отличает аутистов от обычных людей? Состояние это обычно появляется с детства или в результате перенесённого какого-то заболевания нервной системы. И особенность этих людей в том заключается, что они избегают общения с окружающим миром. То есть информация, поступающая из нерв, приносит им не удовольствие, не радость и не способствует их развитию. Она вызывает у них стресс. То есть они в разной степени пытаются изолироваться или ограничить себя от общества. Вот, если так в двух словах описать это состояние. Ну вот есть просто люди, интроверты, они как бы просто тоже как-то замыкаются. А вот именно эти, они ещё сильнее как-то что ли изолируются? Или это приобретает какие-то патологические... Да, они изолируются не только от близких даже бывают, не только от окружающих, но и от близких родственников. То есть и в том числе от матери. Если в обычном состоянии ребёнок стремится попасть на руки к матери, чтобы она его покачала, успокоила, пообщалась с ним, то эти люди избегают этого общения. И если ребёнка кладут в кроватку, он успокаивается, как ни странно. А на руках начинает капризничать. И какие задачи вы ставите в работе с такими детьми? Ну, задача попытаться ребёнка из этого состояния как бы выманить. То есть показать ему, что окружающий мир не несёт для него опасность, а он является источником его развития. Что взаимодействие с окружающим принесёт ему больше полезного, чем изоляция от окружающего мира. И, соответственно, адаптировать его в семейной обстановке, уже в школьную среду его попытаться ввести, обучить его навыкам и, соответственно, дать ему, может быть, профессию. И это возможно. Если рано начинать с этими детьми заниматься, то они неплохо адаптируются, получают профессии и живут, и создают семьи. То есть живут как полноценные люди. Скажите, Павел Леонидович, а какие у вас уже есть такие положительные примеры? Можете привести к какой-нибудь случай или к какой-нибудь семью, где уже действительно удалось добиться каких-то значимых результатов, каких-то адаптаций? Ну, на самом деле, примеров таких много. И это не единичные примеры. То есть не то, что один ребёнок пришёл, и у одного ребёнка только такие результаты. Приходят дети, которые общаются либо жестом, либо вокализмами. То есть просто «м» и больше ничего, никаких у него вариантов общения. Они начинают произносить слова. Они начинают произносить фразы. Приходят вообще, смотрят только один мультик. Если переключаешь другой, они в истерику впадают. И со временем у детей расширяется весь диапазон. Ну вот у вас есть уже такие примеры. Много примеров таких положительных, когда дети реально начинают с родителями общаться, они произносят фразы. Они не всегда эти фразы грамматически правильными. Но они уже обозначают своё желание словами. Павел Леонидович, большое спасибо вам за интересный разговор. И я должен сказать зрителям, что, к сожалению, число аутистов растёт. Если ещё 50 лет назад было 1 на 1000, а сейчас уже 2 на 100 человек могут обладать аутическими расстройствами. И информация по поводу аутизма, она, я думаю, что очень важна. И нужно знать об этом. На сегодня это всё. Мы встретимся с вами через неделю. Пишите нам письма. Задавайте вопросы и темы, которые вас интересуют. Берегите себя. И помните, что жизнь и здоровье зависят в первую очередь от нас самих.